Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Спасли из ледяного плена. У Юры у него колено, но мы на ходу всё это исправили, на коленях там, без эластичных. Первые кадры транспортировки омских туристов из природной ловушки на Камчатке. Все ли живы? Работа над коммунальными ошибками. Образовался провал, наполненный горячей водой, в который угодила 12-летняя школьница и получила сильные ожоги. Как обеспечивают безопасность на теплосетях? Где провели капитальный ремонт в этом году? И что за коктейль из воды пойдёт по трубам? Предназначались для украинских боевиков, а теперь послужат на благо российской армии. Были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров. Беспилотники, которые с нарушениями всех норм закона хотели провести транзитом через Омск, по решению суда отправят в зону СВО. Вниз с вершины Ниагарского водопада. Омский академический театр драмы представил петербургской публике свои самые камерные и, пожалуй, самые необычные постановки. Большие гастроли наших артистов в северной столице. Меньше травм для асфальта и для спортсменов. Соединяешь леденокую кочку и спокойно можешь разгонять большую скорость. На велодроме Амурске полностью заменили покрытие. В начале выпуска о результатах масштабной операции по спасению наших туристов из ледяного плена на Камчатке. Сотрудникам местного МЧС удалось найти пропавших путешественников. Мы получили первые кадры транспортировки в ближайший населённый пункт Козыревск. У Юры у него колено, но мы на ходу всё это исправили. На коленях там беда эластичная. Как рассказали в МЧС, туристы задержались в пути из-за неблагоприятных погодных условий. Группа из шести человек начала свой поход в окрестностях вулкана Толбачек ещё с 14 сентября. Но в назначенный день не вышла на конечную точку маршрута. К поискам подключились спасатели. На высокопроходимой технике сотрудники МЧС доставили Амичей в безопасное место. По предварительным данным, никто не пострадал. Молодые учителя региона получат единовременную выплату. Об этом рассказал руководитель области Виталий Хаценко. На субсидии преподавателям из бюджета выделят около 15 миллионов рублей. Средства распределят так. По 15 тысяч будут выплачивать педагогам первой категории и по 25 тысяч за высшую категорию. Получение материальной поддержки зависит и от возраста. В первой категории специалистам не должно быть больше 30 лет. В высшей – больше 35. Такая финансовая подушка, отметил глава региона, поможет привлечь к работе еще больше молодых учителей, а выпускников вузов и СУЗов к профессиональному развитию. К другим темам стали известны подробности крупной аварии на Левобережье. Столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. Два человека пострадали. ДТП произошло на пересечении улиц Мельничной и Олега Кашевого. Наш материал. Одно авто вверх колесами, у другого передог в смятку. Два водителя не разъехались вечером в Старом Кировске. От удара в машинах выбило стекла, смяло кузова, на дорогу вытекла жидкость. После столкновения иномарку отбросил на обочину. Получается, что он поехал на запрещение? Этого я не могу сказать. Я думаю, что следствие решит. Потому что я ехал на свой, на зеленый. Удивительно, но это короткое интервью дает водитель, чья машина перевернулась. На нем не царапины, сработала система защиты. А вот пассажиру и владельцу другого авто понадобилась помощь специалистов. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21043, молодой человек 94-го года рождения, при осуществлении маневра поворот налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хонда Фит». После столкновения автомобиль «Хонда» допустил опрокидывание в правый по ходу движения «Кювет». Двигался, по данным инспекторов, водитель ВАЗа по улице Олега Кашевого со стороны торговой в направлении Мельничной. Ну а «Хонда» ехала навстречу. Сотрудники ГИБДД продолжают проверку. Только после полного завершения расследования назовут все причины и обстоятельства происшествия. Екатерина Булучевская, Денис Жарков, 12 канал. Около 70 миллионов рублей направили районам на модернизацию водопроводных сетей. Это сделано в рамках федерального проекта «Чистая вода», созданного по инициативе президента Владимира Путина. Как стало известно, около 55 миллионов пойдут на строительство насосной станции центрального водовода в Черлаке. Оставшуюся сумму потратят на покупку и установку необходимого водопроводного оборудования на Варшавском, Азовском, Таврическом, Называетском, Одесском и Любинском районах. Это порядка 12,5 миллионов рублей. Тотальная модернизация ждет не только районные сети, но и городские. В Центральном и Кировском округах начинается масштабный ремонт коммуникаций. В связи с этим несколько адресов останутся без холодной воды. Отмечу, работы плановые. Такие всегда проводятся в преддверии отопительного сезона. Итак, с 11 до 19 часов под отключение попадают жители домов по улицам Красный Пахарь и 36-й Северный. А вот до полуночи воды не будет по адресам, которые сейчас представлены на экранах. Это улицы Орджоникидзе, 26-я и 27-я Северная, Сазонова и Вавилова. Сегодня также на весь день останутся без воды и жители Старого Кировска, а именно дома по улицам Мельничной и Второй Казахстанской. И, как предупреждают в Омском водоканале, возможны перебои в поселках Самарка, Мелиораторов и Троицкое. Бабье лето задержится в регионе еще на полторы недели. Синоптики обнародовали долгосрочный прогноз, и он не может не радовать. Вплоть до начала октября дневная температура будет держаться на отметках в 15-20 градусов выше нуля. Резко похолодает только после 5-го числа. Воздух остынет сразу до плюс 6. Но ночами в Омской области уже холодно. На этой неделе и вовсе ожидаются заморозки до минус 2. В шести районах дали отопление, как идет подготовка сетей в городе. И зачем перед наладкой огромных коммуникаций специалисты работают с маленькими пробирками, расскажет Денис Жарков. Можно смешивать, можно взбалтывать. Задача лаборантов службы химического контроля – определить, что за коктейль плещется в этих колбах и пробирках. В горячей воде течет ли она из крана или по трубам системы отопления. Требования те же, что и к питьевой. Жесткость, щелочность, мутность, светность, то есть полностью органолептику делают у нас лаборанты. Оценивают качество по 39 показателям. Воду делят на питательную, сетевую, прямую, обратную, подпиточную, котловую. И это далеко не все. Пробы берут из трубопроводов, насосных станций и тепловых пунктов. Контроль качества позволяет быстро выявить и устранить отклонения, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение. Превышение нормы растворенного кислорода приводит к преждевременной коррозии. Как следствие, тепловые сети быстрее выходят из строя. Также котельные. Наличие жесткости в воде приводит к образованию накипи. В рамках подготовки к отопительному сезону тепловая компания выполнила большой объем работ по ремонту и модернизации сетей, котельных и центральных тепловых пунктов. Это объекты, где готовят горячую воду и распределяют между потребителями. Так капитально обновили пункт на улице Рокоссовского. Замена насосов ГВС, циркуляционных насосов и насосов отопления. Также были заменены магистральные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения. Я думаю, что в отопительный сезон пройдет без отключений, без сбоев. Также за лето провели капитальный ремонт теплотрасс на Старозагородной и Карбышево. Карбышево, 27. Здесь прямо подо мной проходит теплотрасса. В ноябре прошлого года здесь произошло ЧП. Из-за порыва трубопровода образовался провал, наполненный горячей водой, в который угодила 12-летняя школьница и получила сильные ожоги. Последствия аварии устранили быстро, а летом сделали все, чтобы подобное не повторилось. Заменили 94 метра трубопроводов, засыпали грунтом, осталось вложить асфальт. Сейчас ресурсники проверяют теплоузлы потребителей. Объекты социальной сферы готовы на 84%, жилищный фонд на 75%. Пока планируется отопительный сезон в счетом сегодняшней погоды ориентированности с 25 числа. Ну а так норматив действует, когда пройдет 5 дней, когда несущая температура будет ниже плюс 8 градусов. Ориентир в том числе на это. Чтобы запустить все объекты, потребуется около двух недель. Традиционно в приоритете школы, больницы и детсады. Причем все зависит от самих учреждений. Если будут заявки, ресурсники смогут подключить их к теплу хоть сейчас, не дожидаясь начала отопительного сезона. Денис Жарков, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. С приходом бабьего лета вновь выросла активность клещей. За последнюю неделю от укусов пострадали 309 человек. Ну а всего за этот год, как сообщает Роспотребнадзор, клещей сняли более чем с 4,5 тысяч человек, из которых полторы тысячи дети. По данным лабораторных исследований, свыше 15% вредителей оказались заражены опасными инфекционными заболеваниями, энцефалитом и боррелиозом. В тяжелой форме они могут привести даже к смерти. Отмечу, что в этом году от клещевого энцефалита были привиты более 91 тысячи амичей. На 3,5 тысячи гектаров городских территорий была проведена акарицидная обработка. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Массовый мор голубей в Омских парках. Свидетелями жуткого зрелища стали несколько отдыхающих. Со слов людей, птицы, которых они еще накануне подкармливали, теперь лежат прямо на тротуарах без признаков жизни. Кадры с несчастными птицами уже разлетаются по соцсетям. Люди задаются резонным вопросом, что стало причиной гибели. Ведь практики отстрела птиц в Омске нет. Мозговой штурм сейчас и у специалистов. На мор пернатых могла повлиять погода, а могли и сами посетители скверов. К птицам омичи приходят не с пустыми руками, а с подкормкой, что категорически запрещено, как утверждают специалисты. А ведь, как известно, голуби могут переносить серьезные инфекции. Что показывают исследования лаборантов? Все подробности в итоговом репортаже Регины Абузаровой. Тысячу беспилотников, которые предназначались для украинских боевиков, но были перехвачены омскими силовиками, отправят в российские батальоны на СВО. Теперь дроны послужат на благо наших солдат. Соответствующее решение вынес Куйбышевский суд. Инцидент произошел еще в мае. На крупную партию квадрокоптеров таможенники обратили внимание, когда устройства пытались незаконно переправить через границу. Нелегальный груз был задержан в пункте пропуска Ольховка в Черлакском районе. Автомобиль с техникой следовал через нашу страну транзитом. Аппараты не были указаны в декларации. Это и насторожило таможенников. Были выявлены недостоверные сведения о наименовании, количестве и весе перевозимого товара. В ходе обследования транспортного средства были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров, информация о которых в нарушении требований таможенного законодательства была скрыта перевозившей товар организации. Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств Российской Федерации. Правоохранители уже начали уголовное дело. Установлено, что беспилотники могли использоваться силами Украины против российских солдат. В итоге квадрокоптеры изъяли и передали российскому министерству обороны. Еще два популярных городских маршрута станут магистральными. А это значит, транспорт по ним будет ходить чаще. Речь о 29-м и 45-м автобусах. Расписание обновится, интервалы станут меньше. Кроме того, расширится подвижной состав. Напомню, первый маршрут номер 29 соединяет микрорайон Первокирпичный и Омский НПЗ. Второй под номером 45 Ясную Поляну с микрорайоном Амурский-2. В следующем году проехать по ним можно будет с 6 утра и до 23 часов вечера. Еще одно изменение в транспортной схеме к городам. С этого дня трамвай под номером 8 временно пустят по сокращенному пути. От улицы Котельникова до Лермонтова. Это связано с капитальным ремонтом путей. Так, в период с 18 по 23 сентября будет закрыто движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого. Покорили Ниагарский водопад по сценарию, а потом и искушенную петербургскую публику. Артисты омской драмы с большими гастролями в северной столице. Наша труппа представит несколько спектаклей, один из которых называется «Смит и Весом». По замыслу режиссера действие разворачивается в самом начале 20 века в живописнейшем уголке планеты у Ниагарского водопада. Чем еще удивляют зрители из Санкт-Петербурга Светлана Веретенникова. В разгар гастролей Омский академический театр драмы представил петербургской публике свои самые камерные и, пожалуй, самые необычные постановки. Первая – «Смит и Весом». Здесь на сцене театра на Васильевском была выстроена декорация – деревянная бочка, где нашлось место и для сцены, и для небольшого зала в несколько десятков мест. Зритель вместе с артистами должен был ощутить, что значит слететь вниз с вершины Ниагарского водопада. Должен был стать полноценным участником этого трагикомического события. Что Вы будете делать после того, как покорите водопад? Следующая Ваша вершина. Надо сначала покорить водопад. Пожалуйста, еще вопросы. Вас принимают лучше, чем своих здесь петербургских. Ну, я не буду так утверждать, но нас хорошо принимают. Наверняка большая часть публики – это бывшие амичи, которые сюда приехали. Но принимают очень тепло и горячо, и потом пишут и в комментариях, и очень восторженные отзывы. Кстати, наша труппа продемонстрировала не только актерский, но и литературный талант. Напомню, что пьесу итальянского драматурга Александра Барикко перевел заслуженный артист России Олег Теплоухов. Второй творческий эксперимент представлен здесь, в Петербурге, спектакль «Свидригайлов сны». По замыслу режиссера Георгия Цхверавы, действие знаменитого романа «Преступление и наказание» происходит на нарах казармы Омского острога. В этих обстоятельствах герои как бы вспоминают, что происходило там, то есть здесь, в Петербурге. Если представить, если честно к этому подходить, если ты просто обнуляешься и заново открываешь текст Достоевского, и здесь Достоевский ходил, ну, по Ваське ходил, наверное, уже наверняка что-то сочинял. Впереди еще неделя гастролей. Их Омская драма продолжит уже во Дворце искусства Ленинградской области. И это очередной вызов для наших артистов. Зал рассчитан почти на две тысячи мест, что в несколько раз больше родного Омского театра. Но мы, конечно, верим в то, что нашим актерам вновь удастся завоевать внимание петербургского зрителя. Обо всем расскажем вам, когда вернемся в Омск. Мы, Светлана Веретенникова, Павел Ромась, Матвей Ковальчук, 12 канал, из Петербурга. А сейчас о спорте. В стане ястребов прибыло. После травмы вернулся Валентин Пьянов. Свой первый матч в сезоне нападающий «Авангарда» может сыграть уже в этот четверг в Новосибирске. Валентин полностью восстановился и уже вышел на лед. На сегодняшней тренировке впервые работал во втором звене атаки. Интересно, что на раскатке присутствовали победители премии «Народный герой». Капитан ястребов Дамир Шеребзянов уже вручал приз лауреату этой премии в номинации «Спорт». И вот ответный визит гости и хозяева сделали совместную фотографию прямо на льду. Вообще, по количеству личных фото с народными героями победил за явным преимуществом американский легионер Рид Буше. Одно из них уедет в Нововаршавку, где займет почетное место в раздевалке местной детской команды. Когда в Нововаршавке появятся свои Риды Буше? Доморощенные. Мы работаем над этим, стараемся. Я думаю, в ближайшем будущем будут обязательно. И еще одно доказательство того, что в Омске развивается спортивная инфраструктура. На велодроме «Амурский» полностью заменили асфальтовое покрытие. Оно отвечает самым последним стандартам в BMX-спорте. Таким образом, не только подготовка спортсменов станет безопаснее, но и сама трасса будет меньше травмироваться из-за высоких нагрузок. Первую после реконструкции тренировку посетила наша съемочная группа. Как велодорожку оценили юные спортсмены, расскажем прямо сейчас. Гладкое покрытие без каких-либо ям и трещин. Таким велодром «Амурский», вспоминает мастер спорта по BMX-рейс Евгений Комаров, был, пожалуй, только во времена его первых тренировок. С тех пор прошло без малого четверть века. Именно по этим трамплинам чемпион залетел до Олимпийских игр. В главных стартах четырехлетия Евгений Комаров выступил в 2016 году. «Эта трасса для нас была в свое время очень уникальна. Это была первая постройка, по крайней мере, что я помню. BMX. Немножко мы видоизменили ее, конечно, одной из препятствий. Но очень классная трасса и хорошая для начинающих спортсменов». Велодром «Амурский» был построен в 1998 году. За 25 лет покрытие сильно износилось. Тренировки здесь стали небезопасными. Этим летом велодрому удалось подарить вторую жизнь. Сегодня первая тренировка. На обновленной трассе юные спортсмены тестируют покрытие. Всего 65 воспитанников для трека. Это серьезные испытания и нагрузки. Но после ремонта, уверяют специалисты, покрытие будет травмироваться намного меньше. Так же, как и сами спортсмены. Шероховатости и неровностей теперь нет. А значит, колеса будут скользить, как по маслу. Риск упасть сведен практически к нулю. Именно обеспечение безопасности стало главным поводом для модернизации BMX «Спорт экстремальный». «Мне очень нравится новый асфальт. По нему, когда едешь, ты можешь быть уверен, что ты не найдешься на ненакую кочку и спокойно можешь разгонять большую скорость». Полная замена покрытия, частичная реконструкция препятствий на велодроме – это подарок юным спортсменам и тренерам к юбилею спортсооружения. Осталось лишь нанести разметку и можно проводить соревнования. 24 сентября в 11 часов на нашем велодроме состоится торжественное открытие 25-й годовщины нашего велодрома. И также будут соревнования по этому виду спорта. Участие в соревнованиях примут около 180 райдеров из Омска, Новосибирска, Каменск-Уральска и Ангарска. Возраст – 5 лет и старше. Ну а гостями турнира могут стать всежелающие. Юлия Вдовиных, Сергей Гаврилов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 20 сентября, в Омске переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до 17 градусов тепла. В районах переменная облачность, дождь ночью плюс 10, плюс 12. Дневная температура 12-17 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Таковы новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!